Всем привет! Сегодня на небольшом обзоре кинокартина 1978 года «Столкновение звезд» итальянского режиссера Луиджи Коцци, известного тем, что в 1977 году он кларизовал и премонтировал японский фильм «Годзилла», а также в 1980 году снял довольно-таки приличный фантастический фильм «Заражение». Столкновение звезд на первый взгляд является по сегодняшним меркам смехотворным и убогим фильмом, который в довольно-таки бюджетной форме копирует «Звездные войны». Сам режиссер буквально бесился, когда его кинокартину сравнивали с работой Джорджа Лукаса. Луиджи Коцци много раз пояснял, что изначально задумывал картину как фильм-катастрофу о гигантском космическом корабле, который терпит крушение на спутнике «Сатурна». Луиджи планировал эдакий симбиоз из запрещенной планеты и спецэффектов в стиле Рея Харрихаузена. Но на дворе был 1977 год, и только что вышли в прокат «Звездные войны». Итальянские и не только киноделы буквально засыпали студии идеями фильмов, которые, по сути, были либо дешевыми подделками, либо с явным заимствованием из «Звездных войн». К Луиджи Коцци обратился продюсер Натан Фахсбергер с предложением слегка переработать его первоначальный сценарий, только так, чтобы это все выглядело, как у Джорджа Лукаса. Не понимая самой концепции, Луиджи купил книгу-новелизацию «Звездных войн», прочел и приступил к съемкам. По сюжету картины, космические искатели приключений и немного контрабандисты, Стелла Стар и Актон, ссылаются на каторжные работы, но освобождаются и вступают в схватку против злодея-захватчика Зарта Арна, который повелевает разрушительной космической станцией. Кинокартина фэнтези. Место съемок – Италия и швейцарские Альпы. В главных ролях снялись Мэр Джо Кортнер, Кэролайн Монро и Дэвид Хейсельхоф. В кинокартине есть схватки на световых мечах, много стоп-моушен-анимации, причем такой экономной, что использовалась просто специальная арматура, без каких-либо дополнений. Несмотря на явную дешевизну, кинокартина была очень успешной в Европе. Роджер Корман взял ее для проката. Это в США, чтобы прощупать почву и начать снимать свою космическую оперу «Битва за пределами звезд». Сами создатели отдавали себе отчет, что снимают картину, чтобы срубить бабла по горячим следам «Звездных войн». Им было так неудобно, что на стадии постпродакшена, под разными предлогами, они не давали посмотреть рабочий материал композитору Джону Барри, который не раз писал музыку к фильмам о Джеймсе Бонде. Продюсеры попросту боялись, что увидев этот, так сказать, снятый материал, композитор откажется сотрудничать, ведь до этого отказался Энио Морриконе. Подбор актеров ввели в Лос-Анджелесе и понабрали людей, которые совершенно не нравились режиссеру. Исполнитель роли Актона снялся в успешном трэше «Пища богов». Карлайн Монро сыграла эпизодическую роль пилота в «Шпион, который меня любил». Она же, в свою очередь, притащила на съемки мужа, которому тоже нужна оказалась роль. Луиджи дал ему роль робота, лишь бы тот заткнулся и поменьше болтал со своей женой Карлайн Монро. Кстати, Карлайн Монро в «Столкновении звезд» очень напоминала Барбареллу из одноименного фильма. Да, она, скорее всего, и не скрывала первоисточника. Изначально ее костюм должен был состоять из довольно-таки скромных кусочков кожи, кое-как прикрывающих интимные прелести актрисы. Но режиссер картины Луиджи Коцци эту идею запретил, так как на телевидении бы запретили показ этого фильма. Дэвид Хассельхофф получил на съемках очень серьезное пищевое отравление. Выбил зуб каскадеру и попробовал выполнить все свои трюки в фильме без дублера. В общем, весело провел время. Большинство критиков отметило огромное сходство с фильмом Джорджа Лукаса. И лишь немногие разглядели в этой необычной кинокартине влияние космических фильмов 50-х, а также влияние кинокартин греческого эпоса, где свои мультяшные спецэффекты создал Рейхарихаузен. Что мы имеем в итоге? Это не самый плохой кинофильм, созданный по следам фильма Джорджа Лукаса. Столкновение звезд – скорее фэнтези. Необычное изображение космоса и странные, возможно, из-за дешевизны спецэффекты. Классика итальянских фантастических фильмов от соратника Дарио Арджента, с которым Коцци поработал на нескольких фильмах. Для ознакомления с громадным пластом трэшевой кинофантастики настоятельно рекомендую к просмотру. Всем спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал и да пребудет с вами сила!